Я расскажу тебе историю, в которую даже сложно поверить. Как можно было умудриться стать генералом сразу Белой и Красной армии? Аполлон Яковлевич Крузе – уникальный генерал в истории страны, который сначала был генералом в царской армии и воевал на стороне белых, а потом большевики его сделали своим генералом. Точнее, сначала он храбро воевал в Первой мировой, пройдя от подпоручика до подполковника. В 1918 году, после революции, его мобилизировали в Красную армию, в военспецы. Но вместо службы трудовому народу он помог скинуть большевиков в Екатеринбурге и перешел к белым. В январе 1920 года под Красноярском Аполлона Крузе взяли в плен. За такое большевики в последующем расстреливали генералов белых и вообще всех, кто был причастен к революции против их власти. В первую очередь, Аполлону Яковлевичу повезло из-за того, что он был очень хорошим дипломатом, а еще прекрасным и талантливым полководцем. Красная армия предложила ему вновь перейти в ее ряды. И он согласился. Меньше чем через месяц после своего пленения, бывший колчаковский генерал уже заведовал учебной частью пятых петроградских командных курсов. На этих курсах Крузе работал достаточно долго. Туда его назначили за уникальный талант военного полководца, который разбирался в военной тактике. В начале 1930-х он окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава и получил очередное повышение. Красные могли легко обвинить Крузе и арестовать его, а то и расстрелять. Чтобы найти для него обвинительную статью, даже ничего особо не нужно было придумывать. Ведь он был генералом у белогвардейцев, а таких стреляли на месте. Но вот парадокс. Крузе в период репрессии не фигурировал ни в одном деле. Более того, в 1939 году бывший колчаковский генерал стал членом коммунистической партии. Красные настолько ему доверились, что он стал одним из главных военачальников большевистской армии. Он формировал новые воинские части, а потом его направили в действующую армию. Он был начальником штаба Сталинградской группы во время ожесточенных боев за этот город. 25 октября 1943 года Крузе присвоили звание генерал-майор. В мировой истории такого события не могло случиться и не случалось никогда. Уму непостижимо, что генерал одной из враждебных армий не только не был расстрелян во время плена другой армии, а еще и построил успешную карьеру. Надо сказать, что Крузе очень успешно участвовал в борьбе с гитлеровцами. Его корпус удачно освободил Братиславу и получил почетное звание Братиславский. После войны Крузе командовал Одесским военным округом, а в 1949 году получил очередное звание генерал-лейтенант. Служил вплоть до 1958 года и был военным преподавателем, а умер в родном Ленинграде. А как вы отнеслись бы к такому человеку, который воевал сначала за одну армию, а потом построил успешную карьеру в другой?